Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Никма, продолжаем играть сми в различные андроид игрушки, возвращаемся в день R. Собственно у нас Киев, здравствуйте, новая сюжетная локация, посмотрим что тут будут за квесты и будут ли они вообще, либо мы просто что-то там возьмем и будем двигаться дальше. Сейчас у нас 12.29, можно в принципе отправиться, можно поспать, я не знаю, я сделал здесь лагерь вообще? Ну да, я сделал здесь лагерь, также добыл древесины, ну давайте зайдем в Киев. Итак, собственно, следующая квестовая часть. Как и Москва, Киев страшно пострадал во время бомбежки, десятки зданий лежали вокруг грудами кирпича и бетона и через каждые 10 минут я встречал очередной выжженный пустырь. Пожалуй я поступил неправильно, нужно было объезжать вокруг города, у меня был бы шанс найти лагерь выживших и тут я услышал далекий грохот взрыва. Я ушам своим не поверил, что может здесь взорваться после стольких лет и я побежал к центру города. Итак, собственно, нам надо двигаться в центр города, вот к этому зданию, как я понимаю, и посмотреть, что же там взорвалось. Кстати, что это у нас за проценты какие-то? Ну да, так как у меня отключил интернет, чтобы не было рекламы, я не могу посмотреть, что там. Ну там скидки обычно, знаете, на всякие типа читерские штуки для тех, кто донатит и так далее. Посмотрим, что у нас здесь есть, собственно. Можно найти магазин электроники. А чё, в принципе, ивент-то где, я чё-то не понял. Или просто мне надо реально обыскать. Ну давайте обыщем. Давай топором расхреначим. Я не думаю, что это то, что надо. О, шайка бандитов. Интересненько. А будем ли мы с ними драться, либо свалим? Ну свалить у нас вряд ли получится. А драться мне на самом деле неохота. Я вот не знаю, квестовый ли это, ивент или нет. Или лучше перезапустить, чтобы зря с бандитами не драться. Тем более у них автомат, который мне по сути не нужен. Мне бы калаш какой-нибудь или типа того. Вряд ли я найду с этого бандита что-то, но я могу поднять с него уровень. Да не, я думаю, эта игра не стоит свеч. Хоть у меня и есть броня, я не буду, наверное, драться. Так, собственно, вот я сделал все, что мне нужно было. И можно обыскать до конца. Давайте взломаем дверь. Хотя здесь вроде бы нету никаких, знаете, предметов, я бы так сказал, каких-то особых. Так, ну это мы возьмем, а шнур я не буду брать. Пусть он здесь валяется. Кстати, что так сильно радиация жрет меня? Это просто же капец какой-то. Может надо поближе куда-то сюда подойти? Да, да, просто надо было подойти чуть ниже. Чем ближе я подходил к цели, тем явственнее слышалась пальба. Кто-то впереди стрелял из Калашникова. Но кто и кого? О, Калаш, это мне надо. На перекрестке я увидел три свежих трупа. Один принадлежал крупному мужчине 50 лет. На его теле было множество укусов, а от рук остались одни обрубки. Вторым был труп черного волка, вроде тех, кого я уже встречал, но немного меньше. Его морда и шея были изрезаны ножом, а третий был даже не труп, а части. Его куски плоти и черной шерсти были разбросаны по всему перекрестку. Как будто волка разорвала на части пластичная взрывчатка или что-то вроде того. Тем временем автоматная очередь возобновилась. То есть мне надо идти и проверять, что там есть. Но у меня есть новый уровень, давайте вкачаем себе очко способностей. Прочность оружия плюс 30, Мститель. Ответный огонь из пистолета. Один раз заход неплохо. Либо жажда топлива Х2, тоже неплохая тема. Блин, здесь есть два крутых перка. Даже три. Бережливость к оружию тоже топовая тема. Ответный огонь из пистолета, Мститель. Но... Тоже классно на самом деле. Очень классный перк. Но я возьму жажду топлива. Я просто прерогативу всегда даю именно к собирательству. Скажем так. И у нас есть новый уровень, 47-й. Можно посмотреть, что мы можем загрейдить на 47-й уровень. Так, давайте посмотрим, что мы можем открыть с вами. Ну, единственное, что мне хотелось бы открыть, это вот этот вот костюм. А остальное мне, в принципе, и не нужно, по сути, да? Остальное я буду копить на 48-й. На 48-м уже новую тачку можно будет собрать. То есть, по сути, я просто перемахнул через эту штуку. А здесь для новой тачки у нас нужно больше изоленты. Нужны провода. Надо будет их забрать сейчас тогда. Также нужен металл. Понятно, понятно. То есть, это нужно для новой тачки. И, возможно, я даже пропущу сбор именно вот этой машины и сразу же соберу другую. Потому что, в принципе, ну, мне не нужно, как его называется-то. Давайте я возьму тогда провод. Он нам пригодится. Еще один нужно будет найти. Так, у нас 20 радиации. Как ее вводить, на самом деле, я пока что не знаю. Только чайком разве что. Давайте мы заварим себе чаю. Попьем его. Немножко взбодримся и выведем радиейшн. И пойдем с вами дальше по сюжету. Звук стрельбы привел меня к памятнику Лысенко. Перед ним на огромной темной красной луже умирал еще один волк. В огромной. На нем было столько огнестрельных ран, что вся шерсть попиталась кровью и свалялась. К волку подбежал парень, вооруженный калашником, и в каком-то безумии начал расстреливать уже организирующее тело. Его спутники, двое немолодых мужчин, остановились чуть подаль и ждали. Наконец, патроны закончились. Стрелок вознеможения бросил автомат на ступени. И потом, пошатываясь, сел рядом и закрыл лицо руками. Мужчины подошли к нему, один положил руку парню на плечо. Ну, как я понимаю, это не бандиты, просто, видимо, этот волк или волки сделали что-то с его близкими, либо типа того. Никита, я понимаю, что ты чувствуешь, но мы должны уходить. Отнесем Кирилла домой и похороним. Да, как я и говорил. Никита, слышишь, что я говорю? Мы уходим. Прямо сейчас. Возвращаемся в Гориничи. Здесь слишком опасно. Да и Сева еле ходит. Сева еле ходит. Ему нужен врач. Далее. Никита. Парень поднял на мужчину неудумевающие покрасневшие глаза и резко вскочил. Уходим? Слишком опасно? Ты о чем, Гаврилов? Надо продолжать. Здесь еще остались эти твари. У нас есть патроны. От одного-одого-двух точно хватит. Эээ, Никита, ты... Продолжать? Нас осталось трое. А мы вчетвером едва справлялись. Слушай, ты еще отомстишь за отчима. Будет возможность, но не сейчас. Сейчас нам надо вернуться. Парень оценивающий посмотрел на Гаврилова и второго мужчину, а потом медленно достал пистолет и направил на них. Ты че охренел? Вы... да вы... Вы просто трусы! Кирилл жизнью пожертвовал, чтобы тебя, Гаврилов, тот волк, не разорвал! Что правда, глаза колит! Значит так, мы сейчас пойдем и перебьем их всех! Мужчина, угрожающий, склонился над парнем. Если бы кто и кое-кто не забрал последний автомат и не рванул, как дурак за волком, Кирилл был бы жив. Кашлям привлечь к себе внимание. Все трое мгновенно повернулись ко мне, теперь целых три пистолета Макарова смотрели мне в живот. Нашли чем угрожать у меня, калаш, чуваки, с дробовиком! Эй, ты еще кто такой? Спокойно, я свой. Свой? Что-то я тебя не припомню. Ты из какого лагеря? Соврать! Я из Твери! Серьезно? Я из Твери! Что, севернее Москвы тоже есть выжившие? Думал, там одни зверюки да психи остались. А чем докажешь? Красиво говорите, я мастер! Чем докажу? Не знаю, могу вам помочь перевести тело, защитить от волков. Гаврилов подозрительно осмотрел меня с головы до пят и покачал головой. Нет, мы как-нибудь сами. Постойте, не уходите, вы ведь Павел Гаврилович, бывший следователь, верно? Откуда тебе это известно? Это не важно, нужно кое-что обсудить. Насчет ученых из Института Вирусологии. Гаврилов прищурился. Заинтриговал. Ладно, давай обсудим. Когда вернемся, село Угареничье, сельский клуб. Хорошо, поговорим там. Никита, мы возвращаемся. И либо ты идешь с нами, либо убивай волков один. Это точка интереса, да? Это, видимо, точка, куда нам надо будет идти. Ну, давайте мы поначалу лутать не будем. Я понимаю, здесь дофига лута, но надо сначала разобраться именно с тем, что нам нужно делать, чтобы заодно, пока мы лутаем и... Да вы задрали уже, ну, серьезно просто. Ну, сколько можно-то, а? До свидания. Сначала надо, чтобы постепенно, если мы будем лутать этот город, чтобы знать, что еще делать. Скорее всего, нас, этот, волка отправят убивать. Окей, поселение выживших. Ну, либо это будет дополнительный сайт-квест от Никиты Чистая. Обитатели села Гореничье промышляют охоты, выращивают овес и пшеницу, а также регулярно отправляют поисковые группы в разрушенный Киев. Жилые постройки большей части не пережили войну, поэтому беженцы заселили школу, детский сад, клуб и даже медицинскую амбулаторию. Осмотреться и побеседовать с местными направиться в сельский клуб, ну, с местными. По моим прикидкам, в Гореничах проживает около полусотни человек. Надеюсь, со всеми с ними не надо будет разговаривать. Местные жители под разными предлогами отказались со мной общаться, ну и хорошо, поэтому никакой полезной информации от них не получил. Зато мне повезло познакомиться с очень милой девушкой по имени Лиля. О, давайте поговорим. Здравствуйте, я случайно услышала, что вы путешественник, и подумала, может вы сможете мне помочь. В 1984-м мы с родителями убежали из нашего города в надежде спастись от эпидемии. А сколько ж тебе лет тогда получается? Когда мы уже были близко Киеву, но нас напали, я была ранена и потеряла сознание, очнулась уже здесь. Местные спасли меня от бандитов. Но моих родителей не нашли. Сейчас я живу с Лидой. Она очень добрая и заботится обо мне, но я все равно скучаю по маме и папе. В моем старом доме в Целенограде остался альбом с фотографиями моей попавшей семьи. Помогите мне найти альбом. Может быть, по ним удастся выяснить что-то о родителях на других базах. Пожалуйста, помогите. Даже если я их не найду, у меня будет хотя бы воспоминание. Я с трудом представляю, что тебе далось перевяжить. Конечно, я помогу. Жди, я принесу твой альбом. Спасибо вам большое, буду ждать вас. Окей. В сельском клубе что есть. Павел Гаврилович ждал меня в кабинете заведующего в здании бывшего сельского клуба. В комнате кроме него был еще один человек, мужчина лет 60. Дремавший в обшарпанном кресле возле печи. Увидев меня, Гаврилов налил стакан воды, разбудил старика и дал ему таблетку. А вот и вы. Как говорится, чувствуете себя как дома. Но сперва дайте представлю вам нашего друга. Ему тоже будет интересно принять участие в беседе. Зайцев Тимофей Данилович и бывший директор института вирусологии. Как и я, хотел уехать в Польшу и не успел. Услышав имя, я почувствовал небывалое воодушевление. Директор института вирусологии. Похоже, сейчас я узнаю ответы на все вопросы. Чего молчите? О чем хотите поговорить? Об ученых, которых расстреляли. Эпидемия, которая одновременно началась по всей стране. 17 августа 1984 года. О дне эр. Следователи, директор молча переглянулись. Зайцев нахмурился и хотел что-то сказать, но Гаврила жестом попросил его помолчать. Он подошел ко мне ближе и осмотрел меня с головы до пят. Дне эр. А зачем вам это знать? Разве это не знание что-то изменит? Это ведь было так давно. И все же я хочу знать правду. Правду? А что вы сделаете с этой правдой, безымянный бродяга? Расскажете ее всем? Уж это мое дело. Хорошо. Заложив руки за спину, бывший следователь прошелся по комнате. А на что вы готовы, чтобы узнать эту правду? Например, жизнью рискнете? Я уже через многое прошел, чтобы ее узнать. И жизнью рисковать приходилось. Бывший следователь задумался, глядя на меня из-под лобья. Договорились. Ты все узнаешь. Но сначала выполни свое обещание. Мое обещание, о чем вы рискнуть жизнью? Там, в Киеве, ты сказал, что поможешь нам с волками. Так сделай это, и мы все тебе расскажем. Что от меня требуется? Ничего особенного. Всего лишь принять участие в охоте. Ты ведь не знаешь, что у нас тут произошло, верно? Не знаю. Эти твари, черные волки, появились в наших краях года три назад. Волчица и двое волчат громадные, черные, как ночи слепые. Первые два года все было спокойно. Но потом в наших лесах закончилась дичь. А может, волки подхватили бешенство или что-то еще? В общем, они начали охотиться на людей. Мы защищались как могли, но их становилось все больше, а нас все меньше. Неделю назад они на ночь залезли в дом и сожрали целую семью. Мы отправились против них целый отряд, но ни один не вернулся. Все-таки у нас есть надежда. Дело в том, что все убитые волки – самцы. Значит, если убить волчицу, новые волки рождаться не будут. Но если всех самцов убили, новые волки, по идее, не будут рождаться, сами понимаете. Далее. Откладывать больше нельзя. Волчица прячется на старой скотобойне. Мы нападем на нее. Только когда у нас появится шанс остребить их окончательно. Я понял. Но почему бы не сжечь волчицу вместе со скотобойней? Или хотя бы выкурить оттуда? Уже пытались, дохлый номер. Ну что, примешь участие? Если поможешь, спасешь много жизней. Ну и расскажем тебе все. А если нет, извини, ищи кого-нибудь другого. Что, сейчас иначе вас никак не убедить. Хорошо, я с вами. Я согласен. Это нужно сделать. Черные волки слишком пасы. Нет, я этих волков видел, но знаю, на что они способны. Рисковать жизнью я готов. Но то, что вы предлагаете лезть пасть целой ста, это уже уверенное самоубийство, а не риск. Ну, я согласен. Окей. Отлично. Судя по снаряжению, ты опытный боец. С тобой у нас будет больше шансов. Да, увидел мой калашик, да? Мой калашик, мой дробовик. Вот это я понимаю. Как будешь готов отправиться на охоту? Соберешь амуницию, еду бинты, выдвигайся на начальную точку. Я буду уже там. Договорились. Серьезно, будет групповой файтинг? Нифига себе, жестко. Обитатели все ограничить. Да, 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 это я все понимаю. И я бы хотел еще узнать насчет фотоальбома. Где он находится примерно? Так, что-то я не понял. А почему мне не показались? Ее семьи в доме в Целинограде. В Целинограде. А где он находится-то вообще? Там, кстати, есть какая-то тема. Что-то какой-то лагерь непонятный. Или это и есть вот типа прибежище волчицы, как я понимаю? Сейчас я проверю. Так, Целиноград, Целиноград, Целиноград. А что за Целиноград-то? И где он находится, вот в чем проблема-то? У меня просто не подсвечивается нигде. Издалека вот по... Общим таким не вижу. Может быть здесь можно как-то посмотреть? Охренеть, ты что, долбанулась совсем, что ли? Я пойду, думаешь, вот сюда? Сюда, чувика? Ты что, офигела? Это находится настолько далеко. И смотрите, тут в Твери, в Туле, в Брянске, в Воронеже, в Ростове-на-Дону везде есть какие-то квесты. Интересно. Ну, не квесты поселения. Так, а так нам нужно двигаться, получается... Сейчас я проверю. Сюда, в поисках истины... Ага, то есть сюда надо идти. Окей, я понял. Блин, мне бы переночевать, но винтовочными патронами я не готов жертвовать. Есть тут какая-нибудь, я не знаю. А ладно, насрать, поехали. По дороге, спокойненько, сюда-сюда. Так, и чуваки, извините, я хочу поспать немного. Я хочу немного поспать. Так, по снаряде посмотрим, что есть вообще, выживание. Байк у нас потихоньку ломается. Его починить. Надо заняться сейчас тем, чтобы починить, что чинится. Так, всё. Как у нас вообще по костям? По клею, точнее. Клея нормально, дофига клея. То есть, по сути, мне пока кости не нужны. Так, и надо бы ещё посмотреть, если у меня что-то, типа там, книжек каких-то. Вроде нету. Они обычно в выживании есть, а их там сейчас нету. Окей. Что ещё можно сделать? Чем можно заняться полезным? Пока что вот я не отправился, собственно, дальше. Можно калашик починить, в принципе, да? Давайте на всякий случай, чтобы клин не дал, если уж чё. Дробовик у меня нормальный. Пистолет я не хочу этот чинить, я всё равно его почти не использую. Можно ли чё-то ещё скрафтить, что мне пригодилось бы? Так, здоровье. По воде. Воду надо прокипятить, по сути, но не охота горелку тратить ради этого, сами понимаете. Давайте просто тогда поспим где-нибудь до 4... Ну, как-нибудь вот так вот, почти до 5 утра поспим. Ну, засранники, а? Я так и знал, что крысы рано или поздно нападут. Ну ладно, пофиг на эти бифджерки. В принципе, пофигу вообще. Так, 28 дней. Это не портится, окей. А здесь 25 дней. Так что лучше сальцов всё-таки подъедать время от времени. Надо бы сейчас сконцентрироваться именно на еде, которая портится. И погнали, собственно, в лагерь. Заходим. Нужен фонарик, нож и винтовка. Серьёзно, фигня? Если во время текстового квеста выжившую умрёт, квест начнётся заново. Окей, не вопрос, попытаемся разобраться. Скат обойня. Так. Ну что, погнали тогда, наверное, потихонечку. Интересно, можно ли будет тут разобраться, не вступая в открытое противостояние? Я чувствую, потеряем нескольких людей, но я надеюсь, что всё обойдётся. Участники охоты на волков разбили временный лагерь возле сгоревшего склада у самого шоссе. Над ржавыми бочонками поднимался густой дым. Бойцы сидели на брёвнах вокруг жаркого огня и с аппетитом жевали печёный картофель, запивая водой из крупных жестяных кружек. Чуваки, вы слишком расслабляетесь, мне кажется. Вы должны быть наоборот сосредоточены и готовы, а не нажираться вот это вот сейчас перед битвой. Один товарищ постарше сидел по-турецки на рыжей клеёнке и раскладывал по газетному... Я понимаю, что нужно быть там типа подготовленным, здоровым, сытым и так далее перед битвой. Но, блин, это можно было сделать и чуть-чуть раньше. Окей. Тот помахивал обглоданной куриной костью, рассказывал окружающим истории из бурной юности. Ну нашёл, чё рассказывать! Те смеялись, хватаясь за бока. Охотники были воодушевлены, даже весёлые. Слишком весёлые. Они же не могут не понимать, как малы их шансы пережить эту охоту. Наверное, запретили себе думать об этом. Получена жареная картошка. О, да, спасибо. Я насчитал 11 бойцов, совсем немного. С другой стороны, это ведь почти все взрослые мужчины горяничей. Там остались только же... Ой-ёй-ёй, бандиты же могут напасть! Чё вы наделали? Ой-ёй-ёй. Женщины, дети, старики и двое-трое мужиков. Они точно не справятся, я думаю. Ещё и жареную рыбу я получил. Сейчас, секундочку, я... Экран протирал. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как я восполнил черного волка, можно положить автоматную очередь. Но одиночные пули их сильно не беспокоят. Что ж, будем надеяться, нам не придется столкнуться с крупной стаей. Заметив меня, Гаврилов оборвал рассказ в середине и поманил меня рукой. А вот и наш друг, о котором я говорил, представил меня остальным бывшим следователем. Я пожал им руки. Добрался от нас, аж от двери. Так боюсь, что боевой опыт есть. Обещал помочь с волками. А ты их в глаза видал, наших волков-то? Эти твари не что-то обычным сомнением, сказал боец рядом с Гавриловым. Не молодой, с усталыми причиренными глазами и морщинистым лицом. Видал, одного убил. В Москве. Один на один? Переспросил охотник. Остальные посмотрели на меня с уважением. Серьезно? Только вот в наших краях десяток рыскает. Если не больше, а ведь еще волчица. Юра, не нагнетай, попросил его сосед. И так тошно. Мы вот-вот выступим, сказал мне Гаврилов. Если есть какие-то вопросы, задавай. Кто возглавляет отряд? Я. Ну и Юра помогает, ответил Гаврилов. По части волков мы тут самые опытные, что ли. Раньше за все операции Кирилл отвечал, мрачно сказал Юрий. Бывший флотский спецназовец. Отчим Никиты. Да вот не вернулся из Киева. Ты ж там был, может, и тело видел, подтвердил Гаврилов. Патроны с него кончились, отступать было некуда. Так он на волка с ножом пошел. С ножом! Я вспомнил мертвеца с обгрызанными руками. Охотники примокли, отдавая бывшему, павшему дань уважения. Еще есть вопросы. Где скрывается волчица? В старой скотобойне. Пять километров по шоссе на Житомир. Видели там волчат, ответил Юрий. А три дня назад всех наших там положили. Ветер давно не менялся, добавил он. Пойдем к скотобойне с подветренной стороны. Если повезет, он и нас не учует. Доберемся до места незамеченными. Прикончим волчицу и быстро свалим. Оптимисты, Юрий, мрачно усмехнулся Гаврилов. Эти твари слепые, но чувствуют запах на миле. Смотрю, спорю на то, что хочешь, сбегутся защищать мать. Какой у нас план? План простой, не подохнуть, ответил один из охотников, Григорий. Берем худший вариант, то есть самый вероятный, сказал Гаврилов. Возле скотобойне вся стая. У вас есть чувство оптимизма, так и прет. У нас есть пахучие дымовые шашки, берем тварей врасплов. Пока не очухали, всех вырезаем. Проходим в здание и еще волчицу и по-быстрому ее кладем. Если берем худший вариант, то это ананас по-быстрому, буркнул Юрий. А если будет совсем туго, есть план Б. Гаврилов мрачно похлопал по чемоданчику, лежащим между ног. Аааа. Ну давайте, как только волчица будет мертва и не раньше, отрезал бывший исследователь, холодно на меня подсмотрев. И мой тебе совет, выброси сейчас из головы все лишнее, не будем сосредоточены, не будем действовать заодно, никто домой не вернется. И каждый в ответе за остальных. Их уяснил? Уяснил. Вот и славно. Ааа. У меня больше нет вопросов, в принципе. Я все, что было нужно, мне спросил. Тогда начинаем. Кивнул Гаврилов и вскочил на ноги. Народ, хватит языками чесать, выступаем. Охотники засуетились. Будь другом. Окажи еще одну услугу. Шепнул мне Гаврилов, отведя в сторонку. Я уже час не вижу Никиту, приведи его, он должен быть по ту сторону шоссе. Я бы сам пошел, но он со мной не разговаривает. Почему? Наверное, винит меня в смерти Кирилла, отчима своего. Гаврилов вздохнул. А потом, это же я увел его из Киева, не дал отомстить волкам. Сделаешь? Хорошо, найду его. Найти парня не составило труда. Никита сидел на громадном пне и что-то вырезал из куска коры. Завидев меня, никак не отреагировал и продолжил свое занятие. Тебя Гаврилов прислал. Спросил он напрямик, когда я подошел ближе. Попросил позвать тебя, беспокоиться. Никита нахмурился и промолчал. Гаврилов считает, что ты винишь его в смерти своего отчима. Послушай, а твое какое дело? Ты вообще кто? Раздраженно ответил Никита. Если Гаврилова от меня что надо, пусть сам приходит. Он задумался и продолжал орудовать ножом. Захочу и вернусь. Послушай, мне очень жаль. Да засунь себе в одно место свои соболезнования! Помошился Никита. Все вы засуньте, тошнит уже. Я вдруг вспомнил, как Никита со слезами на глазах расстрелял волка в Киеве. Может все-таки расскажет, что тебя так гнетет. Да я чужак, но я ведь скоро уйду. Тебе полегчает. Попробуй. Аааа, нифига себе сколько вариантов ответа. А кто тебя научил так здорово вырезать из коры? Красивый, Никита вздохнул. А, я про нож сказал все-таки. Я же вроде не другое выбрал. Но видимо выбрался не тот вариант случайно. Я промазал. Красивый, Никита вздохнул. Отчим из Европы привез, когда был еще моложе меня. Знаешь, он никогда с ним не расставался. Под подушку клал. Даже купаться с ним ходил. Меня всегда смешило. Я как-то в шутку стащил нож. Так отчим тогда избил меня. Серьезно? Да крови! Ни хрена себе, а потом всадил лезвие в деревяшку и сказал. Когда винтовка даст осечку. Когда граната не взорвется. Когда друг побежит. Останется только нож. И эта штука трижды спасала ему жизнь. Ааа, кто научил тебя так здорово вырезать из коры? Отчим. Когда умерла мама, давно было. Я еще в школе учился. Отчим сделал мне деревянную фигурку танцующей мамы. Она была балериной. И именно танцующей я ее помнил. А он еще раз сказал, что когда служил, делал фигурке родителей, чтобы не так скучать. Но дело не в самой фигурке, а в том, что с чувством, в котором ты ее врезаешь. Никита вертел в руках волчью голову со скаленной пацанью. В фигурке не было глаз. Никита усмехнулся. Можно с любовью, можно с ненавистью. Кому что ближе. Не, я не буду про Гаврилова спрашивать. Давай я лучше спрошу про вот это вот. Никита колебался. Наконец отложил фигурку в сторону, он сжал руками виски. Ну ладно, виски. Но виски звучит смешнее. Там в Киеве отчим окончились патроны, и он убил волка ножом. Но потом... Никита поперхнулся. Другая тварь напала на него со спины и отгрызла кисти рук. Странно, да? У него был нож, но нечем было держать его. Волка даже не стал добивать его. Пошел на Гаврилова. Так отчим обхватил свирюку руками. И держал... Рвал... Волк рвал его так, а отчим держал, пока сам кровью не истек. Приберегись сева на полмину... Прибегись сева на полминуты позже, волк бы Гаврилова убил. Не жаль, что так вышло. Но в чем тут вина Гаврилова? Он ведь и сам чуть не погиб. Да он ничего не мог сделать! Никита закрыл глаза. У него был только Макаров, а эта штука черным волкам, как комарийный укус. Не знаю, сделал ли бы он отчима то, что сделал бы для него тот. Но его вины нет. Виноват другой. Другой кто? Я. Никита повертел в руках фигурку, а потом полоснул по ней ножом. Мы подстрелили одну бестию. Волк стал убегать. Отчим кричал мне остановиться. Но я так хотел доказать ему, что я крутой. Что я на один на один с волком справлюсь. Раненый, к тому же. Я погнался за ним, оставил всех далеко позади. А ведь у меня был единственный автомат. С полным магазином. Я нагнал его, прикончил, а вернувшись увидел труп отчима. Позволь, тоже расскажу кое-что. Сказал я, разглядывая горизонт. Сейчас сяду поудобнее. Когда я ехал в Киев, встретил одного хорошего человека. Приняв меня за бандита, он связал меня и хотел пытать. Но потом на него напал волк. Волк, который преследовал меня от самого Брянская. Он откусил этому человеку голову. Это было ужасно, но знаешь, я ничего не мог сделать, как и ты. Как ты не понимаешь? Это не важно. Нет того, что мог бы сделать кто-то или нет. Ты все равно виновен. Я не верю тебе. Не верю, что ты спокойно спишь по ночам после этого случая. Я не знал, что ему ответить. Пора идти. Как я мог ответить? Чего я мог сделать? Я был связан, по-моему. Пора идти. Никита поднялся. Перебьем этих чудовищ всех до единого. И тогда, может быть, будет не так больно. Хорошо, идем. Маленький отряд во главе с Гавриловым. И Юрий ему же ждал нас. Увидев Никиту, следователь сказал мне, показал мне большой палец, но я погружен в нее, какие мысли ему не ответил. Слова Никиты не давали мне покоя. И вспоминал не только старого охотника, но и Галю с Сашей. Что бы ни случилось с ними, я один в ответе за это. Когда человек погибает, вина за его смерть ложится на тебя. Всегда здесь не может быть. Я ничего не мог сделать. Особенно, если этот человек был тебе близок. Мы закончили марш-бросок в 300 метрах от пункта отзначения. Ветер не менялся, происшествий на дороге не было. Гаврилов отправил вперед разведчиков. Они вернулись уже через четверть часа. Посовещались с чем-то. С Юрием Гаврилов позвал меня. Слушай внимательно. Возле скотобойни 9 волков. Четверо с восточной стороны спят. А пятеро с южной возле ворот. Эээ, ворот. Эти на ногах. Застанем тварей врасплох, продолжил он. Делим отряд на две группы. Нападаем одновременно. Первая группа из-за укрытия забрасывает четверку дымовыми шашками. Идет из волков душлаги. Вторая обходит пятерку с подветренной стороны. Занимает позиции. По сигналу открывает огонь. И? Решай, пойдешь в первой группе или во второй. Подыточил Гаврилов. В первой группе риск поменьше. Волки спят. Но нужнее ты во второй. Ты-то стрелянный воробей. А наши они ведь не профессиональные охотники. Некоторые вообще впервые держат ружья. Ну и боятся, конечно. Хотя, добавил он, спящих волков тоже недооценивать не стоит. Параноик ты, Паша. Всегда это тебе говорил, усмехнулся Юрий. Вот серьезно, нахрена делить отряд? Одним махом разберемся с спящими, а потом возьмемся за остальных. Чего мудрить-то? А чего Цезарь из себя строить? В общем, ты что решаешь? Повернулся ко мне бывший следователь. Я пойду во второй группе на бодрствующих волков. Потому что мне, так мы больше всего людей сохраним. Ну, нападать одновременно на всех, я думаю, что скорее всего мы потеряем. Потому что именно он так это, как сказать, относится к этой ситуации. И вот этот Юрий, как это сказать-то, беспечно. Беспечно вот как-то так, поэтому я думаю, что... Да. Давайте я пойду на бодрствующих. Разумно, похворю Гаврилов. Юрий задумался, но потом тоже кивнул. На то мы порешили. Операция началась. Стараясь двигаться бесшумно, мы приближались к приземистому зданию скотобойни. Юрий, еще пятеро охотников перебежали за грузовик. Каждый взял в руку подымовой шашки. Волки спали совсем рядом. С другой стороны кузова. Удостоверившись, что все идет по плану... В смысле спали? Я на бодрствующих пошел. По плану я, Гаврилов, Никита и еще четверо охотников двигались через заросли на юб. Пришлось сделать большой крюк, чтобы не потревожить пятерых волков раньше времени. Наконец мы заняли позиции, прицелились и два с востока донесся первый выстрел. Мы открыли огонь. Бой. К сожалению, дистанция стрельбы оказалась великовато для большинства моих товарищей. Одного волка я убил, но остальные четверо легко ранены и бросились к нам. Да как можно так мазать? Горячился Гаврилов. Увы, даже пройдя тренировку, селяне не стали меткими стрелками, но дальше дело пошло куда лучше. Волки бежали растянутой цепочкой, один за другим попадали под шквальный огонь трех автоматов. Одного уложил я, второго Гаврилов, третий уже бился в агонии. Далее. Да, так, молодцы, подбадривал Гаврилов остальных. Последний волк возник будто из ниоткуда, вцепился одному из охотников в горло. Еще секунды он сбил Никиту с ног. Гаврилов бросился на помощь и ударил тварь прикладом. Тогда волк с урчанием соскочил с жертвой и впился Гаврилову в живот. Оба упали. Мы подбежали к бестии. Вплотную несколько раз выстрелили в голову. Волк свалился замертво. А с восточной стороны все еще слышалась пальба. Блин, бежать Гаврилову в живот это очень плохо. Если пострадали внутренние органы, все будет очень плохо. Когда мы добежали до грузовика, все было уже кончено. Все четыре волка были убиты, но из группы уцелел лишь Юрий и еще один охотник. Юрий в бешеной ярости бегал по окровавленной площадке. Я же говорил им, говорил, заорал он заведя нас. Не бросать их ранеными, добивать, сразу добивать. Они сделали все, что могли, Юра, сказал один из охотников. Не вини их, они не солдаты. Юрий только скрипнул зубами. Битва завершилась, мы потеряли пятерых. И еще один шестой был при смерти. Павел Гаврилов. Вернуться к нему. Шесть человек потеряли, убили волков, всего ничего. Буквально столько же, по сути, разменялись один к одному. Бывший следователь поднял на меня глаза и попытался улыбнуться. Эта улыбка жутко осмотрела через слой грязи, смешанной с кровью. Извини, приятель, но теперь тебе придется все узнавать у Зайцева. Если, конечно, переживешь эту охоту. Окей. К нам подошел Никита, за ним Юрий. Ему хватило одного взгляда на пострадавшего, чтобы понять надежды нет. Паша, блин. Столько и смог он выдавить. Со мной все, Юра. Займись лучше ранеными. И не мешкайте. Заканчивайте дело. Заканчивайте дело? Юрий побледнел. Кому заканчивать-то мы стольких потеряли? Перевяжем раны и возвращаемся в Гореничи. Юрий, он прав. Если сейчас идем, все эти жертвы будут напрасны. Пока заново копим силы, сюда сбегутся волки из других районов. Надо убить волчицу прямо сейчас. Верно рассуждаешь, с благодарностью прошептал умирающий. Юра, скорбеть потом будете. Скажи ребятам, чтобы готовились. Перераспределите автоматы. Соберите патроны. Все, как и остались. Паша, а если там в скотобойне волчица ни одна? Со злостью в голосе перебил его Юрий. Если там еще волки? Вы справитесь. Вы должны. Надо поставить точку, если дать им снова расплодиться. Они в отместку вырежут все село. Паша, нет, так нельзя. Ответил Юрий. Я не хочу, не могу. Хватит. Гаврилов закрыл глаза, а потом посмотрел на меня. Теперь ты за главного. Вместо меня, Юра, Никита, слушаться его. Что? Ответил Юрий. Паша, ты серьезно? Гаврилов не ответил. Юрий посмотрел на меня из-под лоб, я развел руками и ушел. Гаврилов силился еще что-то сказать, но жизнь уже покидала его тело. Никита. Прости. Это были его последние слова. Простить? Он спас меня! Сказал Никита, до этого момента мрачно молчавшись. Пас, хотя знал, что волк убьет его. Зачем он это сделал? Он же ценнее для отряда, чем я. Должно быть, он и правда чувствовал себя виноватым перед тобой. А может! А может, добавил я. Хотел таким образом вернуть долг твоему отчиму, который спас его в Киеве. Я не знаю. Знаю только, что он был хороший человек. Пусть земля ему будет пухом. Никита посмотрел на меня с болью. Я знаю, что он погиб из-за меня, как и отчим. И мне с этим жить. Я не представлял, как ему помочь. Вернуться к раненым. Вопреки ожиданиям, Юрий выполнил все распоряжения Гаврилова. К счастью, тяжелых ранений у выживших не было. Хотя, так или иначе, пострадали все. Сильно посидевший отряд... А, поредевший... Поредевший. Сильно поредевший отряд ждал только меня и Никиту. Юрий о чем-то шептался с другим охотником, Григорием. Командуй. Холодно. Сказал он, увидев меня. Только помни, что теперь ты отвечаешь за нас всех. За каждого. И если что не так, виноват будешь ты. Юра, заткнись! Вдруг рявкнул на него Никита. Все удивленно посмотрели на парня. Повисла гнетущая тишина. Что это? Что это? Спросил я в надежде разрядить обстановку, указывая на чемоданчик за спиной Юрия. Этот чемоданчик я уже видел у Гаврилова. План Б. Если волчи сюда же автоматы не возьмут, а у нас, чтоб ты знал, патронов не так много осталось. Выдвигаться на скотобойню. Попасть в здание через главный вход было невозможно. Эта часть строения обвалилась, но и ворота для погрузки мяса оказались намертво заблокированными. Даже после того, как мы выломали замок, ни одна створка не поддалась. Есть еще вход. Подал голос один из охотников. Забойный коридор. Через него вели скот. Ну, перед забоем. Идти к забойному коридору. Делать нечего. Мы обошли скотобойню с другой стороны, один за другим вышли в темный сужающийся впереди тоннель. Блин, я за Никиту переживаю. Мне кажется, он не выберется живым из этой передряги. Я работал там, на выходе. Зловеще прошептал охотник. Никогда бы не подумал, что однажды придет самой идти на свет. Думаю, мурашки по коже пробежали не только у меня. Несмотря на предчувствие, забойный коридор мы преодолели без помех. На выходе оказалась просторная комната с липким замызганным полом и грязными бурыми стенами. Вдоль стен поблескивали металлические решетчатые конструкции, над которыми с потолка свисали устрашающие крюки. Возле платформы, где мы стояли, были в беспорядке разбросанные инструменты для забоя. Чуть дальше мы увидели целую гору костей, среди которых был и человеческий череп. Идти дальше. Вперед, у нас мало времени. Подстегнул я охотников. Вокруг царели тишина и полумрак. Лишь из редких кроханных окон пробивались одинокие лучики. Казалось, в катабоне нет ни души. Но когда мы добрались до комнаты со здоровенными чинами для спуска крови, Никита остановился. Тихо. Вы слышите? Прислушаться. Где-то в углу бетонный пол мерно разбивались капли воды. А из широкой арки впереди нас доносился едва слышный скрип. Что там за аркой? Спросил я бывшего мясника. Ну, тропка. Вырезание внутренностей, то бишь, и распиловка. А за ней холодильник, наверное, волчица где-то там. Блин, господи, это обойня, это вообще такая веселая, блин, место. А еще обязательно надо мне описывать вот это все, чтобы я представлял, да, короче? Окей. Только не факт, что она одна, это нутровка, большая комната. Длинная и узкая, ответил бывший мясник. Идти придется цепочкой. И нет там окон. Включите фонари, велел ее остальным. Пушки держать наготове. Идти через арку первым, взяв самый высокий риск на себя, пропустить вперед бывшего мясника, и саму замыкать шествие не так рискованно, как иди первым. Пропустить вперед бывшего мясника, самому идти в центре, идти в середине группы, наиболее безопасная позиция. Продолжение следует... Пол и стены были темными от пятен застарелой крови. О, Господи! Прошептал Григорий. Мы остановились. Картина, представившаяся нашим глазам, была чудовищной. Вдоль стены лежали обглоданные тела, совсем свежие, еще не начавшие гнить. У некоторых уцелела только голова, ниже подбородка белел позвоночник. Это Миша, Андрей. Голос Григория предательски дрожал. Сережа Чернышов, а это же наши, они были так близко, и... Его слова прервал злобный рык. Обернуться. Я успел видеть лишь желтые, слезящиеся волдыри на косматной морде, а потом волчье тело взвелось в воздух. Я дернулся назад, зубы чудеса буквально клацнули, и тяжелая туша с такой силой ударила меня в грудь, что буквально впечатала в стену. Я сполз по стене вниз, сквозь в вон ушах, слышал чей-то истошный крик, почти сразу захлебнувшийся, грохот пальбы. Перед моим лицом появилась устрашающая морда, цвет смолы, дьявольская пасть приоткрылась, болезни и травмы, перелом ребер, рваная рана корпуса. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Вот что значит идти первым. Окей. Совсем рядом раздался яростный рев бывшего мясника и автоматная очередь. Волчья голова дернулась в сторону и исчезла. Встать и поднять оружие. В черепной коробке гудело, картина перед глазами расплывалась масляными пятнами, но я заставил себя встать. Оружие лежало совсем близко. Идва я дотянулся до него, как услышал отвратительный звук, в пяти шагах от меня мерзкая тварь жадно вырвала куски плоти из обезглавленного тела мясника. Совсем как тогда на лесной поляне. Лучше бы я его нафиг вперед пустил, ну почему, блин? Он и так сдох, я хотел его спасти, он сдох нахрен. Окей. Нет, теперь все будет иначе, и на этот раз я не убегу. Убить волка. Дыша сквозь тиснутые зубы, я пошел вперед и открыл огонь под чудовищу. И черный волк и сдох прямо на теле своей последней жертвы. Из всего отряда в живых остались Никита, Юрий, Григорий и я. Блин, мне нельзя, чтобы Юрий сдох. Да, конечно, если бы я струсил и пошел во главе отряда, без потери были бы еще больше. О, смотрите-ка, все-таки неплохо. И все же. Ладно. Защищая мать, волки дрались до последней капли крови. Но самой волчицы в зоне нутровки не было ни мертвой, ни живой. Она сбежала, сбежала, все было зря. Без помощной ярости Никита схватился за голову. О, погоди, смотри, я указал ему на арку, ведущую в холодильное отделение. При свете фонаря мы увидели маленького черного волчонка, который тут же нурнул обратно в темноту. Она бы не бросила волчат. Я постарался придать своему голосу уверенность. И значит, она в холодильнике. Задние ворота заблокированы, она в ловушке. Словно подтверждая мои слова, из арки послышался пронзительный скулеж. Пошли, убьем ее, прямо сейчас. Не спеши, покачал головой Юрий. Он показал свой автомат, я почти пуст. Проверь остальные. Угу, то же самое, мы забрали все тридцать девятые, какие были в Гореничах. А двустволки? Ты серьезно, я готов иди на волчицу с двухстволками? Нас ведь всего четверо. А где чемоданчик Гаврилов? Вдруг спросил Никита. Это его план Б. Чемоданчик я валялся возле трупа высшего мясника. Принести открыт чемоданчик. Это ж бронежилет, удивился Григорий. И чем она поможет? Нет, не бронежилет, мрачно возразил Юрий. В нем пластичная взрывчатка. Слыхали про японских коми... О, не, да ладно. Второй мировой. Что? Это не вариант. Григорий побледнел, голос его другнул. Должны быть другие способы. Какие? Ти намутившую... Мутирующую волчицу с двухстволками. Защищая детеныша, она порвет нас в четверых за секунды. Я не вижу других способов. Кому-то придется пожертвовать собой. Надеть жилет, пройти в холодильник. И когда волчица будет совсем рядом, вырвать шнур. Командир, Юрий повернулся ко мне. Тебе решать, кто пойдет. Я не знал, что сказать. Да и до этого в моих решениях висела жизнь этих людей. Но сейчас-то мне предстояло сознательно отправить человека на смерть. Я снова вспомнил обезгавленного охотника. В тот раз мне пришлось ничего... Не пришлось ничего выбирать. Потом я вспомнил Павра Гавриловича. Бывшего мясника и других погибших во время охоты. Я делал выбор, но мог лишь догадываться о последствиях. Но теперь было все иначе. Пойду я. Жестко. Можно типа так драматично пойти мне, да? Но я не хочу заканчивать прохождение на этой ноте. По сути, Григория надо пихать. На самом деле, по логике. Но я пойду. Я чего-нибудь как-то... Охотники переглянулись. Я пойду. Вдруг возгрозил Никита и потянулся к жилету. Никита, послушай. Я думал, ты понимаешь меня. Тяжело душа, Никита пошел ко мне вплотную. Ты же мне рассказывал про этого твоего охотника, которому волк голову откусил. Нет, я понимаю, что тебя это мучает, но ты-то ничего не мог сделать. А отчим и Гаврилов, они погибли из-за меня, понимаешь? Из-за меня! Так что у меня больше прав сделать это. И ты хочешь таким образом избавиться от вины? Я хочу вернуть долг. А... А... Прости, но командир, здесь я. И я принял решение. Ладно, командир, ты пожал плечами Никита и отвернулся. Юрий помог мне надеть жилет. Дергай за шнур, как только будешь готов к этой твари вплотную. Не раньше. Предостерег меня он, потом посмотрел мне в глаза. Спасибо тебе от всех нас. Григорий ничего не сказал, только кивнул. Никита смотрел в сторону. Идти в холодильное отделение. Постой! Услышу я уже, подходя к сияющей арке. Я обернулся, ко мне со всех ног бежал Никита. В чем дело? Я остановился и повернулся к парню. Шнур запутался. Запыхавшись, сказал Никита, указал на низ жилета. Я постил голову и с недоумением посмотрел на шнура. Потом по голове будто ударил молотком. Все вокруг покачнулось. И мир погрузился в кромешный мрак. Ну да, я так и знал, типа. Блин, я хотел пожертвовать собой, но Никита все испортил, короче. Окей, ладно. Кажется, я был без сознания совсем недолго. Я открыл глаза и по ним больно олизывнул свет фонарика. Лежи, а он тебя здорово треснул. Слышал я угрюмый голос Юрия. А в следующий момент я осознал, что из жилета на мне уже нет. Я все понял. Блин, я хотел умереть. Почему мне не дают умереть? Это же, блин. Я не могу найти своих дочерей там и жену. Я все понял. Почему вы не остановили его? Он сказал, чтобы не подходили, начнем выдернуть шнур прямо тут. Он уже там? Да. Долго ждать не пришлось. Не прошло десятка секунд, как жуткий скулеж за аркой усилился. А потом в холодильном отделении так громохнуло, что земля стрясалась под ногами. На секунду я подумал, что потолок сейчас обвалится, но пронесло. Все кончено, шепотом проспросил Григорий. Да, кивнул Юрий. Никита сделал это. Уходим с облегчением, произнес Григорий. Он выдохнул, поднес на ноги. И в этот момент из-за синей черной арки появилась волчица. Существо, которое пристало перед нами, наверное, в неверном тусклом свете фонариков, лишь очень отдаленно напоминало волка. В волчице не было шкуры, ни волоска. Все уродливое распухшее тело было покрыто страшными надрывами и волдырями. Сотящимся гноем мерзкая желтая жидкость утекала из пасти и глаз. Как мило. Волчица была просто огромная, куда больше любого из своих детей. Ведь ее правый бок, мышцы, ребра, внутренние органы был подчастую скошен взрывом. Жутко скуля, она волокла за собой заднюю ногу, оставляя позади след из крови и слизи. Несмотря на все это, я чувствовал, что она еще в силах защищает себя. Это сам дьявол! Вздохнул Григорий. Вступить в бой. О, наконец-то бой, господи, наконец-то! Так, у меня есть гранаты? Только отстойные. Ладно, будем справляться с помощью пистолета, дробовика и калаша. Погнали, начинаем бой с вами. А-а-а, жутко выглядит. Тысяча хп, нормально так вообще. Я не достаю здесь до нее. А сколько она ходит ходов? На нее кровотечение, в принципе. Давайте я встану вот сюда. Или нет? Лучше прямо встать. Да, я прямо встану и пальну из нее, в нее из калаша. Блин, у меня же еще ранения разные есть, точно. Поэтому у меня мало очков действия. Отстой. Так, дальше волчонок. А, ход союзника, подождите. Волчонок, это твой сын. Не трогай его. Господи, косая свинья! Куда ты полез впереди меня, чувак? Ну твою мать, он просто полез впереди меня. А она меня жрет, кстати, тем временем. А из дробовика я даже пальнуть не могу, на самом деле. На тебе, из калаша. Ярость Х4. Ай, че так больно? А сколько у наших пацанов... Ай, твою мать! Ну почти прокусила всю броню. Так, давай сюда. На тебе. Блин, я и ярость только настейкиваю, это плохо. Только не кусай меня, кусай их теперь. У меня уже мало здоровья осталось. Только не наверх, не наверх. Отлично. Она даже ничего не сделала. Отлично, вообще зашибись. Ну а получай. Ярость Х8. Да уйди ты от меня! Че ты ко мне прикопалась? Волчонок. Движение сюда, пожалуйста. Да твою мать, ну... У нее ответная атака, видимо, по всем, кто рядом с ней. Она этот чувак просто взял и спрятался. Теперь надо прикрывать нашего, по сути. Ярость Х10, все дела. Блин, она два раза ходит. Она меня заваншотнула! Какого черта? А как, блин? Почему она меня фокусит? Твою мать! Через броню даже. У меня еще чуть-чуть брони оставалось, она просто больше ста мне нанесла. Я проиграл, кстати, квест, и как бы мы заново начинаем. Ну ладно, я дойду опять же до битвы с волкой, и мы продолжим. Я не буду все это заново вам показывать. Но мы, кстати, ничего не потеряли. И никаких травм у нас вроде нету, да, по здоровью? Да, отлично! То есть это не смертельно. То есть квест нам не засчитали как поражение в квесту. Ну, засчитали как поражение в квесту, но не засчитали как смерть. Это очень круто. Так что давайте попробуем еще раз. Сейчас я дойду до момента и вернусь к вам. Кстати, выбрать другой вариант немножко событий на этот раз. Просто спросить Никиту, считает ли он виноват у меня в смерти охотника. Нет, я не считаю тебя виноватым. Это говорит, что это типа другая ситуация сначала. Ответил Никита и вдруг побагровел. Но знаешь что? Даже когда никто, никто не считает тебя виноватым. Ты сам все равно знаешь, что виновен. Знаешь, что кровь на твоих руках. Ну, от меня же ничего не зависело. Ты разве мог что-то сделать? Ну да, остальное все то же самое. В принципе, тут ничего как бы нового больше нет. Так, собственно, я здесь. И, возможно, мне стоит взять немножко другое оружие. Я выбрал те же самые варианты. То есть сам получил ранение. На мне ранение сейчас. У меня мало очков действия. Блин, это отстойно. Но я не хочу, чтобы кто-то еще умирал. Я хочу, чтобы как можно больше людей выжило. Блин, ну только один удар могут пережить мои союзники. Вот в чем проблема-то. Можно взять вместо пистолета ПП, но я не смогу тогда комбинировать автомат с пистолетом в три очка действия. Ну, мне кажется, это гораздо выгоднее. Хоть и патронов мало, но стоит использовать именно это оружие. 50-100. Но калаш, конечно, гораздо мощнее. Давайте я встану в эту сторону теперь. Попал. Хорошо. Хотя бы попал. Уже неплохо. Конец хода. Волка мы ставим с... Сюда принимать удар на себя. Чем больше мы заблокируем ударов, тем лучше. Наконец-то он попал. В этот раз не промазал. А вот этот промазал, блин. Хотя здесь мазать, блин, напрямую было вообще глупым. Так, он ранил моего чувака. Отходить нельзя. Надо палить из калаша. Блин, а сейчас бы еще из револьвера мог бы настэкать. И не получилось бы. Ладно. Конец хода. Отбегать мы не будем, потому что иначе он нас, соответственно, атакует. Она будет атаковать в ответ второй раз? Нет, не будет. Окей, тогда. Так, один почти мертв. Это плохо. Блин, она два раза сходила и убила его. Я ничего не мог сделать. Мне надо отступать. Я понимаю, я потеряю сейчас здоровье и почти умру. Но иначе я умру просто от следующего хода, когда она будет два раза ходить. Она же не ответит второй раз мне на атаку. Вроде не должна. Давай, грызи волка. На его. Она же будет грызть волка? Нет, она пошла куда-то. Она игнорирует волчонка? Окей. Давайте я в самый угол отступлю, чтобы меня точно не убили. Конец хода. Так, волчонка мы не трогаем. Да твою мать, ну здесь никак не выжить. Я не знаю, как здесь выжить. Она просто именно меня фокусит, а не этих чуваков. Она... Я даже убежать никуда не мог, чтобы она меня не достала. Зараза. Как же это пройти тогда получается? Мне просто не хватает мощности оружия. Ладно, надо бы взять пистолет и попробовать с пистолетом. Потому что с винтовкой я все равно из нее не могу стрелять. Она два очка требует. Еще одна попытка, короче, с этим же вооружением. И я вот думаю, как мне здесь поступить. Давайте, как обычно, встанем сюда и пальнем из калаша. Да твою мать! Ну все, это уже проигрыш, мне кажется, учитывая, что я промазал. Ой. Ну смысла волчонка пихать на середину нет. Она его просто обойдет и меня атакует по-любому. Да, видите, она меня мочит, короче. Да, я получу урон, но у меня выбора нет. Твою мать! Ну зато теперь я могу заблокировать ей выход, и она не должна, по сути, до меня дойти. Может даже укусить волка. Только главное, чтобы этот чувак сейчас не отступил от нее. Просто стой, парни. Да блин, ну твою мать, ну что ты творишь? Ну сволочь, ты тупая. Я специально поставил так, чтобы, блин, меня не достали. Он взял, короче, ушел с линии огня, чтобы волчица 100% меня загрызла. Ну твою мать, ну ты гнида, конечно. Ты бы мог удар на себя принять, знаешь ли. Короче, ясно, понятно. Еще одна попытка. Гранату может взять, я вот думаю. Но она мало урона наносит. Смысла в маленькой гранате не вижу. Может быть сыграть от обороны? То есть тупо не нападать сразу на волка, а держаться наоборот поодаль от всех. То есть встать, допустим, сюда. Пусть она кусает сначала их, как бы. Давайте полить из калаша по ней. И из пистолета еще. Так, волчонкам немного заблокируем дорогу. Волку. О, он прямо этого захорчить решил по итогу. А спасти его у меня не получится. Да, он погибает в любом случае. А без Юрия мы не узнаем информацию. Вот в чем проблема еще. Так. Заблокируем, короче, волку проход, чтобы он меня кусал, а не моего комрада последнего. Не Григория. Но нет, он сжрет Григория по-любому. А может быть они выживут все-таки после окончания этой расправы? Если я укушу его, то, по сути, у меня волк умрет. Нормально, Григорий тоже целится, в принципе, нормально. Два раза меня укусила, тварь. Ну, сейчас либо я выигрываю, либо нет. Одно из двух. Да, я выигрываю. Ну, а мы потеряли обоих бойцов. Я не знаю, они правда считаются умершими или нет. Давайте посмотрим. Чудовище цеплялось за жизнь до последнего. Когда в автоматах закончились патроны, Григорий и Юрий схватили двух столб. Но волчица лишь скулила, пытаясь укусить нас и никак не желала подыхать. Только когда мы превратили врага бесформенную кровавую массу, и ноги подкосились, и монстр настоящий ночной кошмар с отворенной радиацией спустил дух. Да, все нормально. Мы, в принципе, вышли из этой ситуации победителями. Юра с Григорием выжили. Кстати, если сказать, что пойдет Юрий, то Юрий погибает. То есть Юрий идет, взрывается, и Никита вместе с... Я случайно посмотрел, просто не тот вариант выбрал, и там специально проиграл. В общем, чтобы посмотреть, что будет, если я скажу, кто-то другой пойдет. Ну, да ладно. И, собственно, тогда Никита выживает, и он участвует в битве против волка по итогу. Ладно, собственно, идем дальше. Оставив товарищей в зоне нутровки, я осветил фонариком холодильник. Как я и надеялся, весь выводок без малого дюжина волчат погиб при взрыве. Вот теперь и правда можно было уходить. СВД, гранаты, нихрена себе, мать твою! СВД дали! СВД, мать твою! И тут какой-то лагерь еще есть. Тут еще гильзы есть стреляные мои, наверное. Поднимем их? Теперь нам надо как-то, блин... Да, мы не можем двигаться, потому что мы не можем носить рюкзак, и, как бы, у нас некоторая проблема есть, скажем так. У нас есть некоторые проблемы со здоровьем. Потому что у нас перелом ребер. Надо зафиксировать с помощью тряпок. Давайте мы так и сделаем. Да, вот тряпок у нас дофига. Также, собственно, рваную рану корпуса мы зашьем. Все у меня для этого есть. 8 дней и 11 дней. Чувствую, мы сейчас будем просто чилить с вами на одном месте, и вряд ли мы сможем что-то сделать. Потому что я не могу носить рюкзак. А если я не могу носить рюкзак, то значит я... Да, блин, нет, надень его. Ну да, я не могу его взять, что логично. То есть, по сути, мне надо сейчас отлеживаться некоторое время, и пофиг на квесты. Будем отлеживаться, видимо. Так, во-первых, нам нужно выкинуть что-то. Предлагаю избавиться поначалу от... ...мотоцикла. А нет, я не могу из него избавиться. Лучше выкинуть тогда что-то другое. Бензин, наверное, выкину. Ну, где-то вот так сделаем. Затем мы сделаем себе небольшой лагерек. Зайдем в лес, добудем дров с помощью бензопилы побольше. Да, блин, я хочу 200 где-то. Давайте 230 дров добудем. 30 минут всего это займет. Быстро я. Дальше мы сделаем шалаш. Костерок разожжем. Давайте скинем топливо сюда. Надо еще что-то тяжелое скинуть. По-быстрому. Так, снаряжение. Рюкзак 3,5 кило весит. Можно вот так вот посортировать и узнать, сколько весит. Ни хрена себе 4 килограмма весит эта фигня. Каша на 22 кило, кстати. А че у меня 856 перегруза? Так не говорите, что я взял себе дерево. А че у меня так много перегруза? С чего это вдруг? У меня же байк экипирован. А, потому что я весь бензин скинул. Точно. Он типа считается, если без бензина, то считается, что я иду типа без байка. Возьмем обратно бензыч и вернемся в лодку. Возьмем в лагерь. Ну и все, что нам нужно сейчас, сточилить, отдыхать и восстанавливаться, как бы. Вообще, я спас Григория и Юрия, но Никита погиб. Хотелось бы, конечно, чтобы Никита выжил, но я не мог никак это сделать. Единственный вариант, я бы мог вместо Никиты послать Григория. Тогда, возможно, типа мы остался бы в живых Юрия, и Никита был бы самый лучший вариант исхода событий. Но раз уж Никита сам вот так вот поступил, то на то и мой дорога, собственно. Туда и мой дорога. Ладно, давайте мы просто тогда, я не знаю, будем спать, есть, спать, есть и так далее. Я не знаю, что еще делать. Спим. Окей, поспали, пить хотим, да, хотим пить. Давайте мы немножечко еще тогда водички хлебнем. Надеюсь, мне воды вообще хватит. Можно, кстати, это... Сейчас, во-первых, подкинуть дров в костер. Все, дрова подкинуты. У нас есть еще вода, поэтому ничего страшного. В принципе, я думаю, нам хватит на... До выздоровления водички. Еды точно хватит. Это прям 100%. Поэтому просто делаем вот так. И спим, соответственно, дальше. Мы должны избавиться от болезней наших, перелома ребер и, собственно, рваной раны корпуса. Мы не можем, кстати, из-за рвана... Из-за перелома носить эти штуки для переноса вещей. И нам нужно 10 дней сейчас чилить, по сути, в этом лагере. Давайте мы до 4 утра где-нибудь поспим. Затем подкинем еще дров в костерок. Мы будем хавать, спать, есть, хавать, спать, есть и так далее. Так, сразу водички. Не, подожди, кашу не надо пока. Давайте я сделаю пока... Как было раньше, мне так больше нравится. О, у меня же есть еще эта штука. Надо это съесть. Блин, рыба с червем-паразитом. Так, еще давайте мы съедим немножко сальца. Запьем это все водичкой. Затем подкинем, собственно, дрова в наш костер. Ну и, собственно, снова спим, да. Где-нибудь до 2 ночи. Примерно. Затем снова подкидываем дрова. Ну, короче, сейчас мы будем повторять эту схему. Разжечь. Давай водички еще попьем. Спим до 23 где-нибудь. Я подкинуть дрова успел, подождите. Надеюсь, что да. Да, я подкинуть дрова успел. Так, сразу же подкидываем еще дрова. Так, и надо бы потихоньку съедать сало, которое уже скоро испортится. Раз, два, три. Я понимаю, что оно минус радиацию дает, и как бы плохо из нее избавляться прямо сейчас. Лучше, наверное, все-таки есть вот это мясо теперь, когда у меня уже ноль радиации. Еще бы хотелось водички пить. Надо было вообще ее оставить, это, по сути, тему. Что у нас там по здоровью вообще? Шесть дней и восемь дней. Ну, еще чилить будем, короче, некоторое время. Давайте спать до 20 дня, наверное, где-нибудь так. Просто спим. Просто, блин, мать его, спим и пытаемся вылечиться. Особо не рыпаемся, как говорится. Давайте еще 4 часа разжигаем там вот это вот, все дела. Я хочу попить, я хочу поесть. Я точно пищевое отравление так схлопачу, но пофигу. Так, спать снова. Да, чуть не забыл, я подкинул. Да, я подкинул дрова в костер, поэтому просто спим сейчас до 20... Сколько сейчас времени? 20. То есть можно спать примерно до 18-19 часов, чтобы не прогорел костер. Еще дрыхнем. Затем опять же быстренько пополняем запас воды. Блин, я надеюсь, мне хватит этого воды, потому что я ем мясо, которое не очень хорошо действует. Вот это вот. Дальше добавляем, короче, в костер опять же дров. Сейчас у нас 19.34, можно спать до 18.30, где-нибудь так. Такс, готово. Давайте снова подкидываем в костер бревнышек. Закусим все нашим прекрасным... Нет, не салом, а мясом. Водичкой запиваем. Надеюсь, мне воды хватит, чтобы просто переждать это время. В костер добавляем, соответственно... А, я уже добавил. Ну, давайте еще добавим. Чтобы уж точно горел долго. И сразу же ложимся спать еще на... Сейчас у нас 19.30, 13.00. То есть можно до 18.00 примерно поспать. Просто перематываем время. Благо, вот для этих случаев я и ношу с собой много ресурсов воды и еды. Сами понимаете, вот именно для таких ситуаций. Так, сюда, сюда. Давай еще мяско мне, пожалуйста. Также мы разжигаем снова костер. Так, готово. И спим снова до 17.30, где-нибудь так. Да, вот примерно столько и мне надо спать. Спим до 17.30. Подкидываем опять же в костерок бревнышек. Заправляемся водой, едой. Так, сначала мяско. Пару водичек. Надеюсь, мне хватит реально воды. И спим снова до 17.00 где-нибудь. Нам надо поспать. Спим до 17.00 часов дня. Вечера, я бы даже сказал. Так, все, поспали. И теперь снова повторяем нашу отработанную схему. Удивительно, что я отравления еще не схлопотал. Каких-нибудь... А, я забыл подкинуть дрова. Ну ладно, в принципе не страшно. Я просто разожгу новый костер и не буду париться. У меня бревен дофига. Давайте еще поспим до 17.00-16.00, где-нибудь так. И никто не нападает. Тоже удобно сделано. Так, готово. Что у нас по здоровью? 5 часов перелом ребер и 3 дня. Ой, нет. Перелом ребер 3 дня. Орваная рана корпуса уже через определенное время закончится. Это хорошо. Но мы, конечно, еще 3 дня здесь почилим. Соответственно. Так. И ложимся спать... Так, насчет костра подождите. Да, я чуть не забыл подкинуть дрова в костерок. Так. И теперь, короче, спим с вами до 17.00 где-то вечера. Вот как-то так, да. Спим, отдыхаем. Блин, конечно, с палаткой я бы меньше ресурсов терял, да? Но ее надо крафтить достаточно долго. Хотя, наверное, я могу ее скрафтить. Давайте посмотрим, можем ли мы скрафтить палатку с вами. 100 ниток, 6 веревок. Ткани нету. Вот в чем проблема. Я могу ее, конечно, сшить, но, опять же, на эту кучу ниток тратить такое себе. Поэтому я не могу сейчас сделать палатку. Надо было ее, кстати, как-то заручиться. Как-то сделать ее, я не знаю. Дальше. Дальше мы, опять же, подъедаем наше оставшееся мясо. Заправляемся водичкой. Подкидываем в костерок дрова. Ну и ложимся спать до... 17.00 где-нибудь часов дня. Все, поспали. Дальше мы, опять же, разжигаем костер. Блин, у меня какой-то баг случился, и он не разжегся. Ладно, давайте разожжем новый. Дальше я бы хотел захавать что-нибудь. Сэкономили немного воды. Из-за того, что когда ноль воды было, мы съели мясо. Так, и спим еще... Сколько там нам осталось еще спать? Один день. Ну, чуть больше, может быть. Давайте сейчас у нас 18.28. Поспим до... До 17.00 где-нибудь. Так, и нам осталось, по сути, один денек поспать сего, поэтому мы разжигаем костер последний раз. Сколько часов, говоришь, осталось 15? Ну, на самом деле, еще достаточно долго. 15 часов, 15 часов. Мясо доели. Так, ну и спим 15 часов. Так, 18 плюс 15, это у нас сколько? 18 плюс 15, 23 плюс... В 9 утра нам, что ли, вставать где-то так получается. И у нас, в принципе, все болезни будут вылечены, да, как я понимаю. Теперь я могу, по сути, надеть себе рюкзак. Надеть. А, все еще нет, что ли? Неправильно, видимо, подсчитал. На 3 часа как-то ошибся. Ну, ладно. Давайте мы подкинем, собственно, тогда дров в костер. Также я бы хотел попить, поесть. И давайте мы поспим сразу много, потому что я не хочу посередине дня отправляться куда-то. Я утром пойду, где-нибудь часов в 5 утра. Поэтому поспим до утра и будем уже двигаться утром на наше задание. У нас вес должен сбавиться, несмотря даже на СВД. Мы очень много еды и воды потратили, поэтому у нас должен вес неплохо сбавиться. Поэтому надеваем, собственно, рюкзачок наш. Травм нету, 89% прочности. Ну и нам нужно двигаться непосредственно в этот, в наше помещение, где мы были. О, Житомир есть. Можно, кстати, посмотреть, что у них тут в лагере осталось. Почему я волчицу не смог разделать? Я был бы рад ее разделать, но ее нету, к сожалению. Ну все, заходим, короче, и разговариваем с чуваками. Да-да-да, это я понял все. К саб-клуб Лилия, сельский клуб. Мы в сельский клуб идем. Бывший директор института вирусологии дремал в том же кресле, где увидел его в прошлый раз. Я разбудил его и сел на стол рядом. Зайцев, непонимающий, посмотрел на меня. Тогда я протянул ему вырванный клык волчицы. Что это? А-а-а! То есть Зайцев с нами-то не пошел. Это наш уговор. Я выполнил свою часть. Волчица мертва, теперь ваша очередь. Зайцев повертел клык в руках и вернул мне. Кажется, он был немного смущен. А где Павел? Гаврилова убили волки, так что я слушаю вас. Хорошо, как скажете. Напомните, что вы хотели узнать? Расскажите мне о Нестере, и других ученых, которые с ним работали, и все остальное. Директор кивнул, снял очки и стал методично протирать их тряпочкой. Теран их больше минуты. Начинайте, не стесняйтесь. А что рассказывать? Григорий Нестеров был знаменитый на всю эту страну ученый. Гордость нашего института. С ним, Куликом и Шишковым, мы успешно работали много лет. Карбышев перевелся к нам из Ленинграда. Белецкий самый молодой устроился позже всех, в конце 83-го. Над чем они работали? Я бы объяснил, но вы все равно не поймете. А вы постарайтесь, чтобы я понял, задолбал. Молекулярная генетика. Изучали белки и гены наиболее распространенных вирусов. Вполне невинное занятие. Есть, конечно, лезть туда, куда не просят. Нестеров полез, стал экспериментировать с мутациями, втянув в это дело Кулика и Карбышева. Они скрывали свою работу от остальных. Я подозревал, что они врачевали, вечерами в лаборатории не чай пьют. Но решил не лезть в их дела. Но потом все равно пришлось. Что произошло? Белецкий нашел тайник Нестерова. Вытащил оттуда и принес мне рабочую тетрадь Нестерова и диктофонную запись. Я сперва даже не поверил, но ведь это были его почерк и его голос. Нестеров с коллегами разработали новую чуму. Нет, не чуму, этот вирус, Р-17. Был куда опаснее чумной палочки, а самое главное, это был заказ ЦРУ. Нестеров создал для нашего врага новое биологическое оружие. И что вы сделали? У меня, у нас не было выбора. Мы написали донос на всех троих, Белецкий и Шашков подписали. Делу сразу дали ход, Нестерова, Кулика и Карбышева арестовали. Потом к нам пришли люди из КГБ, допрашивали нас, обыскали весь институт. Все, что могли, из лаборатории Нестера увезли. Даже табличку на двери, весь биоматериал уничтожили. Далее. Суд был закрытый, хотя, как свидетелю, мне разрешили на нем присутствовать. Все прошло быстро, улики были налицо, да и Карбышев во всем сознался. Статья 64 из Минародине. Прямо из зала суда их повезли на расстрел. Но этот вирус все равно использовали. Увы, да. По-видимому, Нестера все же успел передать ЦРУ зараженную культуру. 17 августа 1984 года вражеские агенты распылили Р-17 в разных городах. Из специальных баллончиков. Это и был день Р. Да, так началась пандемия, убившая большую часть населения СССР. Ну что, теперь вы удовлетворены? А, нет, есть еще кое-что. С чего началась ядерная война? Директор непонимающе посмотрел на меня, потом снова кивнул и принесся тереть очки. Это задрал, я жду. Хорошо, хорошо, но тут все не так просто. Очевидно, американские спецслужбы переоценили своего маленького убийцу Р-17. Или, напротив, недооценили. Они рассчитывали, что он оставит от населения великой страны Советов ничтожный процент, обезумевшие и ослаблены болезнью. А уцелевших они выкосят уже сами. Верно. И получат малой кровью бескрайние богатые просторы нашей Родины. Но Р-17 подвел их. Эмпидемия распространяла слишком медленно, слишком длинный инкубационный период. Слишком много людей с иммунитетом. А к октябрю десятки сотни тысяч стали стекаться к границам СССР. Чтобы сбежать из сгибнущей страны? Разумеется, но почти каждый инфицирован. Наши соседи закрыли границы, объявили военное положение, стянули войска, расстреливали беженцев тысячами. Но их было слишком много. Да, на место убитого приходили двое новых. Граница велика, самые хитрые и альчайные проявались. И когда в Киеве, Монголии, Турции, Польше, Финляндии начались первые спешки эпидемии, было решено применить самый радикальный метод из доступных. В конце октября на закрытом соседании ядерного клуба было решено экстренно зачистить зараженную территорию. Как вы знаете, они не жалели бомб. Дезинфекции подвергались даже деревне, но они затем... Но они снова просчитались. СССР ответили на удар? Да, выпустили версию Арсенал сразу по всем целям. Даже обреченная страна не хотела умирать. И воспользоваться хаосом, лавина зараженных мигрантов просто смела армию союзников. Так и началось победное шествие Р-17 по планете Земля. И ничего нельзя было сделать? Зайцев горько усмехнулся. Нет, но теперь каждый пытался защитить себя. США стали бомбить Европу, Индия, Китайскую Республику. А там еще и застарелые конфликты обосрились. Кажется, весь мир сошел с ума. Резня не началась, разве что в Антарктиде. Но, как всегда, сделали только хуже. Значит, на других материках тоже ничего не осталось. Весь мир пустошь. Если честно, этого я не знаю. Прошу прощения, молодой человек. Мы заболтались. Мне пора принимать таблетки. Что ж, спасибо, что рассказали. Ну окей, опыт получен. Здесь больше делать нечего. Че торговец продает? Показывай. Ткань на огне, упорный кирпич неинтересно. Запчасти автомата, но яблока тоже нет, как бы. Чувак, ты че, совсем с ума сошел? Окей. В принципе, тогда с этой миссией... О, новый уровень. Новая тачка. Новый патрон... Я могу делать ей патрон для калаша, офигеть. И обезболивающий. Правда, но мне нафиг не нужно. У меня есть новый перк. Рыболов фигня. Урон по людям неплохо. Длительный эффект. Длительность положительных эффектов плюс 20. А какие положительные? А, радиация. Да, давайте возьмем. Антирадин будет длиться дольше, как я понимаю. Так, собственно, и теперь мы, видимо, пойдем с вами лутать Киев. Как-то так. Да, наверное, Киев лутать. Почему бы нет? Посмотрим, что там есть. Там жесткая радиация. Капец, какая жесткая. Но мы должны как-то ее преодолеть. А есть ли у нас с вами... Есть ли у нас с вами антирадин? Да, есть еще, по сути, на сутки. Даже больше, чем на сутки. Будем ночевать в городе, лутать ночью. И, в принципе, должно быть все зашибись, да, получается. Но, наверное, это я использую уже на следующий день. А этот день я пока еще так побегаю. Ну, то есть, чтобы в 4 утра выдвинуться. И тогда уже использовать антирадин и не обращать внимания на всякие мелочи. Поэтому давайте пока пойдем в лагерь в Киев на легке, скажем так. Так, собственно, отправляемся с вами в Киев. Что у нас здесь есть вообще? Надо все точки интереса пометить. Есть гаражи. Туда надо будет заглянуть за прокладками. Ну, наверное, с них мы и начнем. Почему бы, как говорится, и нет. Посмотрим, что есть в гаражах. Здесь очень много радиации, поэтому я не буду, наверное... А, это не гараж. А, нет, гараж. Ну, давай ломом. Здесь лопата есть. Топляка надо похавать. Я не буду здесь особо заострять внимание на обычных домах, так как у нас с вами сейчас проблематично с радиацией. Сами понимаете. Есть тачка, кстати. А какая нам нужна вообще тачка сейчас, по сути? Желтенькая такая, да? ВАЗ-2101. Нужно еще изоленты, нужно кабель, нужно масла много, металлолома дофига, прокладок очень много. Здесь 10, тут 15. Я думаю, сразу можно будет крафтить эту тачку. Но пока байк, пока байк. Пока у нас все равно прокладок нет. К тому же их за разбор машины получить нельзя. Я не знаю вообще, где их брать, эти прокладки. Это просто какое-то издевательство, я не знаю, с ними. Залутаем все важные точки. На домах не будем задерживаться, только если там не будет какой-нибудь изоленты. Видите, здесь соль, поэтому я не буду ее лутать. Давайте аптеку залутаем вначале. О, здесь есть селитра, зашибись. Ох, закрытая железная дверь. Ну тут бомбочку придется использовать. Чисто мне нужна селитра, мне нужна кислота, мне нужен уголь. И водичка тоже не помешает, кстати. Давайте заберем здесь все, что нам требуется. Еще бензыча надо застелить побольше с локацией. Все это весит дофига. Давай лопаты разгребай, чувак. Чисто ради угля, потому что уголь очень часто пригождается в чистке воды. Да блин, тут почти угля-то и не было, по сути можно было и не лутать. Но лопаты есть, поэтому почему бы нет? Здесь нету трупов, но есть зато две тачки. Сливаем топляк. Блин, где же прокладки найти? Неужели они ни с чего не разбираются? Может есть хоть какая-то машина, которая разбирается на прокладки? Так, опять здесь есть эта штука. А сколько у нас ломов? Давайте посмотрим. В выживании. Лом у нас один только остался. И у него 86%. Так, это печально. Тогда я буду использовать топоры для вылома из железных... Не железных, а из деревянных дверей. Блин, а у ресурсов уже не так много у нас осталось. Ну то есть для именно проникновений. Так, давайте это возьмем. Это, 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 это. Чаек тоже пойдет. Бумагу возьму, тряпки возьму. Хотя зачем мне тряпки? У меня их 200 штук. Откуда у меня вообще столько тряпок? Где их столько нашел? А, уже не 200. А почему было 200? Странно. Возможно считались еще и тряпье, которое я с собой таскал. То есть как за тряпки. Радиация, капец, конечно, жестко тут жарит. Все, слишком темно. Здесь уже лучше не задерживаться. Погнали в наш лагерь. Я где-то тут ставил лагерь просто. Надо сейчас будет как-то вывести радиацию из организма. Сало выводит радиацию. Давайте начнем с сала. Затем чайка заварим себе. А, огонь нужен. Сейчас не вопрос, разожжем костерок. Давайте сразу сделаем себе все, что нам нужно. Заварим чайку. Попьем его. Затем я хотел бы сварить молоко. Так, с этим разобрались дальше. Дальше, 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 дальше. Дальше бы хотелось, наверное, починить мотоцикл. У нас просто все равно сейчас времени дофига до утра. Делать все равно нечего. Можно заняться такой небольшой починкой наших вещей. Дальше. А дальше спать. Дальше спать. Примерно до 4.30. Так, ну и все. И сейчас мы, когда выдвинемся в город, будем уже с вами это. Принимать препарат для ослабления радиации. Так, выживание, нет здоровья. Принимаем, собственно, эту штуку. Отлично. Все, радиация у нас слабенькая достаточно. Но все еще жжет немного. Ну что, чайку, если что, попьем. Сейчас, короче, сутки и напролет будем лутать этот город. Нифига себе, сколько топлива в этой тачке. Охренеть. Конечно, начинать лутание с топлива не очень хорошо. Но потом возвращаться, туда-сюда бегать по городу, тоже такое себе, сами понимаете. Изолента есть. Сказал, не буду дома лутать. В итоге дома лутаю. Сразу сольем топляк еще с этой тачечки. Да, они не разбираются на прокладке. Прокладки надо самому искать. Где-то. Нападение. Шайка бандитов. Ну, давайте проверим, смогу ли я убежать. Ну. Убежать-то я смогу, но будет проще прикончить его нафиг. Чем убежать. Блин, чуть-чуть не хватило урона. Ну ладно, пофигу. Тварь. Неплохо так кусает, я скажу вам. Так, во-первых, собака мешает. Твою мать. Ушла с дороги. Так, и теперь я хотел бы отступить куда-нибудь. Ага, попался. Окей, с бандитом разобрались. Получили труп собаки. Из него можно, кстати, разделать и получить нужные нам штуки. Так, мясо я возьму, это я возьму, это я возьму, это я возьму. Обыскаем труп. Обыщем. Это я возьму, это я возьму, это я возьму, это я возьму, это я возьму. Ну, пистолет в нормальном качестве возьмём. А старый выкинем, который 77, а у нас будет 87. Так, дальше не мешайте мне, короче, залутывать аптеку. Я ещё с ней не закончил. Ой, не аптеку, а почтовое отделение. Давайте посмотрим, что в посылочке. Надеюсь, что-то годное. Водяра. Пойдёт. Дальше что есть? Дома, 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 дома. Я уже почти весь день потратил на то, чтобы просто обычные дома полутать. Но давайте я пройдусь по ним. Нитки. Нет, я думаю, не стоит это того. Хотя, блин, наверное, стоит всё-таки обыскать и там нитки забрать. Надо, кстати, это, пожрать. Точнее, не пожрать, а попить по большей части. Блин. Компоненты, выживание. Давайте заправим нашу штуку. И сделаем себе чайку. А, попозже сделаем, попозже. Пока ещё мы не устали. Потом устанем, сделаем. Я всё-таки возьму нитки. Только трупецки обыскиваем. Угу, интересно. Не думаю, что это стоит того, но... Лом же не починишь никак. Ладно, я не буду это лутать. Это не стоит того, мне кажется. Так, здесь есть труп. Давайте мы его обыщем. Опять же мусор в основном. Давай, топором ещё можно. Топором ещё можно и полутать. Ещё одна аптека. Залутываем её полностью. Да твою мать! Чё у нас с ножовкой? Компоненты, снаряжение. Ножовка как поживает? Выживание она находится? Да. 60%. Ну, давайте ножовкой. У нас просто последняя бомбочка осталась. Я потом ещё сделаю. Пока ножовкой будем справляться с этими штуками. Так, открываем посылку. Ну да, ясно. Зря, короче, потратил ножовку просто. Ничего интересного. Изолента есть. Давай автомобильный фонарик используем. Возьмём всякий лутик. Ломом. Я понимаю, что мне не так нужен уголь и спирт, но... Если ранения будут, то будет неплохо. Плюс я опыт получаю, когда взламываю. Ну, давай, что ли, залутаем. Всё равно у нас автомобильный фонарь есть пока что. Обыскиваем трупецкий. Забираем, собственно, медикоменты. Здесь ничего интересного. Надо фонарь, по сути, снимать, когда я передвигаюсь, но... Это слишком долго. Так, обыскиваем, сливаем топляк. Я в этих домах ещё не был. Гвозди есть. Хочу чаю. Да, блин, не дают, а так попить чай спокойно. Три бандита. Наверное, я перезагружу сейчас игру, потому что не хочу, чтобы меня сдамажили. Не все трое будут по мне стрелять сейчас. Я не успею дойти до выхода, поэтому они могут даже меня и убить. У них ТТшники и Томпсон. Собственно, чё я хотел там сделать-то? Я хотел себе чайку заварить, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Я хотел заварить себе чайку, поэтому давайте сразу же сделаем себе то, что я хотел. Попьём чаю. Да твою мать, чё ж вы пристали-то так, а? Ну, здесь можно спокойно свалить, без особых проблем. Так, собачку сразу отведём вне... в непосредственное безопасное место, чтобы до неё не смогли добраться, и побег организуем. Так, моя собака хочет жрать. Ничего, сейчас мы её покормим с мясом. Держи мясо сырое. Не хочу пока париться с этим. Обыскиваем трупецкий. Ничего нету. Сливаем топляк. Такс. Сказал, не буду лутать обычные дома. В итоге почти все обычные дома залутал в этом городе. Логика. Погнали военную часть лутать, чё я могу сказать. О, есть запчасти для этого. Для байка. Возможно, парочку из них стоит взять. Посмотрим, как у нас по запчастям. И по колёсам. Так, топляк. Эту фигню давай сюда. Эту фигню обязательно. Так, смотрим, чё у нас по запчастям. Снаряжение, компоненты, запчастей для байка у нас всего мало штук. Но парочку, я думаю, я возьму. Радиация уже жарит нас, да? Как я понимаю. И по колёсам надо ещё посмотреть, чё у нас. Колёс у нас вообще нету, да? То есть, по сути, надо разобрать байк и надеяться на колёса. Не, пока работает. Вот сейчас она перестала работать. У меня же, это... Блин, не нашёл, к сожалению, колёс я. Ну ладно. Чё-нибудь найду ещё там на КППшке, допустим. Могу разобрать. Да, могу разобрать. Пару колёс с собой возьмём. Тяжело, конечно, но ничего не поделаешь. Колёса нужны. О, ломик есть, зашибись. Давай ножовкой пока что. Радиацию надо выводить потихоньку. Чая у нас нету, поэтому это печально весьма. Придётся вводить радиацию с помощью водочки. Блин, а у меня энергии мало. Надо сварить кофею. И пожрать бы не помешало. Пока хватит. Сразу разламываем контейнер. Получаем дофига изоленты то, что надо. Отлично. Уже не могу это всё унести на себе. А тряпки мне нужны были для чего? Вот для этой штуки вроде бы, да? Но здесь всего 10 нужно. То есть мне не надо ещё 4 с собой таскать. Скинем их. Но всё равно перевес. Надо что-то с этим делать. Вопрос только в том, что? Надо от чего-то избавляться. Выкину, ладно уж, гвозди. Так, здесь у нас Ничего особо интересного. Но сигареты я не могу не взять, вы чё. Так, сюда смотрим. Есть противогаз. Сразу его разбираем. Это, в принципе, достаточно быстро. Много времени не требует. Здесь будет закрыто. Да, давай бомбочкой. В смысле слишком темно? Чё так... Ладно. Есть ещё один противогаз. О, фильтр есть, зашибись. Уже не могу это с собой унести. Ну, здесь фигня была. Серьёзно, доски и... Эта фигня, то есть, по сути, пустой ящик. Я просто металлолом из него получил, который я разбирал. Блин, от чего же отказаться? Лопату, наверное, одну выкину. Так, погнали чилить в наш лагерь. Что-то поздновато уже и радиация жарит. Так, здоровье. Мне надо ещё водочки принять. Печально, что у меня нету сейчас этого. Никаких способов выводить радиацию. Нитки 7. Так, подожди. Компоненты. Верёвку распустить. Затем можно и починить свой рюкзак. Блин, сплю до 7 утра практически. Даже больше. Но основные точки надо ещё залутать здесь. Так, куда бы ещё сходить? Есть ещё запч... Часть? Есть... Да дофига тут мест, на самом деле. Ещё институт, стройка. Обычные дома, наверное, всё-таки придётся прокинуть. Я не могу столько радиации хватать. Это просто... Меня убьёт. Вообще не надо было изначально дома лутать, по сути. По-хорошему. Погнали сюда. Сбегаем ещё. Долутаем, собственно, военную часть. Так, ну здесь я был. Здесь ничего. Ну, здесь ничего. Супов могут быть запчасти для калаша. О, есть патронов немножко. Две штучки. Лишними не будут. Да твою мать! Сделаем вот так. Прощай, волчонок. Умри, падаль! Попался, фрая! Ну да-да-да. Я это сделал просто, чтобы самому уйти. И без перезапуска игры. Так, здесь у нас есть чаёк. Это надо обязательно брать, поэтому используем лом. У нас два лома теперь, поэтому один можно спокойно юзать. А чаёк это всегда хорошо. Я сразу, наверное, его сейчас заварю и попью. Чтобы радиацию брать. Опача! Ну, к сожалению, ничего не выпало из трупа. Так, медотсек. Так, мне звонит, секундочку. Противогаз это хорошо, его мы разберём. Я здесь, собственно, да. Забираем обычный весь лут. И надо ещё водяры бы, да. И ещё и жрать скоро захочу. Так, я был здесь вроде бы даже? Да, я здесь был. Ну, у меня здесь соль и каша не нужны, по сути. Давайте сюда зайдём лучше. Сольём запча... Не запчасти, а бензыч с этой фигни. У меня такое чувство, что я не успею всё залутать. Ну, никак, мне не хватит просто защиты от радиации, чтобы всё здесь залутать. Вот в чём проблема. А если у меня таблетки вообще противорадиационные? Это чё даёт? Нет, это не то. И это тоже не то. Здоровье... Подождите, а где мой волк? Питомцы. Лечить. Ага, он пока не это... Не в состоянии, чтобы просто есть. Блин, столько всего ещё можно здесь залутать, а у меня нету для этого возможностей. Может быть, если бы я нашёл чё-то антирадиационное где-то вот в этом месте? Есть небольшая... Небольшой шанс. Небольшой шанс что-то здесь найти. Так. Я жрать хочу. Давай мы просто сгущёнки навернём и не будем париться насчёт этого. Блин, бинты, спирт. Алхимический набор, вода. Чай есть. Вот это можно и залутать. Давай топором хренач. Сейчас кажется слишком темно, я не могу дальше работать, да? Давай фонарём. Так, ну этого парня мы обыскиваем. Забираем медикаменты. Так, и чайка надо бы заварить себе. И водяры сверху. Возможно, придётся ночью сейчас всё обыскивать. Стоит ли мне брать... Наверное, нет всё-таки. Нет, здесь мне ничего не надо. Так, есть ещё школа. Есть две школы. Есть рестораны. Есть ещё... Давайте вот так посмотрим. Ателье. Гаражи. Блин, столько ещё точек, на самом деле, интересных. Чай есть. Чай есть. Надо лутаться. Так, аккумуляторный фонарь разрядился. Окей. Давай разрядим тогда уж и обычный фонарь. Всё. Да твою мать! До свидания. А теперь энергия, что ли, тратится на... Они же вроде говорили, что энергия теперь не тратится на передвижение. Неужели они вернули всё, как было? Надо бы зарядить, кстати... Это... Фонари? А-а-а! Даже так? Ну ладно. Серьёзно? Капец. Так, здесь чай есть. Надо взять. Чай надо обязательно брать. Твою мать! Бедный фонарик. Так, обыскиваем трупецкий. Чай забираем. Это тоже обязательно надо собрать. Давай ломиком. Веселее, веселее, мазефакер. Так, всё готово. Забираем книжку. Соответственно, фонарик мы убираем. Уже утро. Надо радиацию вывести. Поэтому чайку ещё сейчас заварим себе. Надо взять нитки, я думаю. Ну, хреначь топором, чё я могу сказать. Эй, обыскивай, обыскивай. Так, всё. Смотрим, что есть ещё. Водяра есть. Кстати, водяра. Насчёт водяры-то давайте попьём. Столовая мне неинтересна. Чё у нас здесь? О! Надо, надо, надо. Давай топором, как обычно. Вот наше спасение. Наша, собственно, штука для лутания этого города до конца. Это винище. Кастрюля целая ещё есть. Но воду я не унесу просто, понимаете? Надо выкинуть. Чё в кафешке есть? Кофё? Ну, кофё, ладно, пофиг на кофё. У меня уже сырое мясо там испортилось. Надо его просто скинуть сейчас. Это гнильё. Не было просто времени для того, чтобы чё-то с ним делать. Так, и винище. Давайте. И кофе хочу. Всё, зашибись. Так, дальше. Ещё одна школа есть. Стройка. И вот эти вот ещё места. Тут аптека ещё даже есть. Топлива нету. Посмотрим, чё есть у доктора. Может, какие-то таблеточки? Неа. Сюда зайдём ещё сейчас. О, топово. Давай ломом ломай. Может, шину с собой ещё утащить как-то? Да твою мать, как вы задрали, а? Не мешайте, пожалуйста. Всего хорошего. Завершить. Так, не мешайте мне обыскивать дальше. Свинец, водка. Одну покрышку с собой утащить. Да, я могу её утащить пока что. Но вот с топливом уже не могу. Так, давай сюда водяры мне. Ой, точнее, вода, этого, вина. Даже две штуки. И надо от чего-то избавиться. Да не всё же выкидывать. А, он не то выкинул. Он винище выкинул. Братан, возьми вино. Не знаю, что-то не нажималось, но сейчас вроде нажалось. Но я не могу нести вещи в таком количестве. Давайте мы бумагу выкинем. И, в принципе, можно дальше двигаться. Так, ну в ателье надо забрать, соответственно, нитки. Да хреначь, пофигу. Так, иголку и нитки забираем. А дальше вот... Да, дальше ночь. Я недалеко от лагеря, поэтому могу пойти переночевать себе. Так, можно починить мотоцикл, кстати. Заодно от лишнего веса избавимся. Можно починить рюкзак. И... Надо развести костёр. Ну всё, наверное, просто посплю. Где-нибудь до 4.30. Ну, 4.50 получилось где-то у нас. В принципе, не критично. 4.46, да. Погнали, собственно, дальше. Нам надо зайти сейчас ещё... ...в одну школу. Надо зайти в универмаг. Так, с тачек посливать топляк. Сливаем топляк. Затем сюда. О, ломик. Нормально. Ломик это хорошо. Мыла у меня уже слишком много. Не знаю, нужно брать его или нет. Ну, пока лезет, буду брать. Настройки, может быть, селитра. Разве что. А, ну и чаёк тоже. Вот, и лапша. Моя любимая еда практически. Всё, вина у нас нету. Так что теперь надо быть более аккуратным. Монтажные патроны. Ну, давай возьмём. Всё равно недолго здесь лутать, в принципе, по времени. Ну, и здесь у нас есть изолента. Инструменты мне не нужны ржавые, тем более. Дальше. Куда пойдём дальше? Я тут вроде гараж какой-то пропустил, или нет? Ха-ха, это я уже не унесу. Да, мне этого не хватит, чтобы избавиться от веса. Надо что-то скидывать. Да что ж такое-то, а? Не, больше металла я скидывать не буду. Давайте бумагу скинем. Вот так вот. Дальше. Давайте школу залутаем, но не полностью, а только самые нужные части. То есть чаёк и книжки. Ломаем ломом. У нас их три штуки, в принципе. Это мы разбираем. Да твою мать! Как вы задрали уже. Принимаешь на себя удар, чувак? Ничего не знаю. Хорошо, что она не отошла к выходу. И не заблокировала мне проход. Так, разбираем эту штуку. Получаем фильтр. Это мне не надо. Дальше вот это возьмём. Так, у меня опять перегруз. Да что ж такое-то, а? А выкидывать-то и нечего. Выкидывать и нечего. Байк не починишь. Всё на фуле у меня. Не, бомбочки крафт не прибавил мне веса. Дайте ещё парочку сделаем. Вот, теперь нормально. Ну, давай. Слишком темно. Я тебя понял. Погнали где-нибудь на берегу заночаем. Украдут крысы, так украдут крысы. Ничего страшного, в принципе. Так, надо сразу принять что-нибудь для сбавления радиации. Да не, кофе не нужен. А вот верёвку я бы взял, если влезет. Так, здесь ничего нету. Погнали полицейский участок, наверное, лутать. Давай бомбочки. Фильтр может пригодиться. Лишним точно не будет. Так, питомец покормить сразу консервами. Это мы разбираем. Это мы забираем. Так, радиацию мы убираем с помощью чая. Мне это не утащить. Мне этот бензыч не утащить просто. Хотя нет, утащить. Нормально. Лопата есть. Но, блин, мне это не утащить. Мне смысла сейчас взламывать вот эту тему нету. Потому что я не утащу столько бензыча. И ладно. Ладно. А вот чай я бы взял. Дальше. Куда еще можно наведаться на последнее, так сказать, время. Тут где-то гараж какой-то был, я помню. Только вот где? Может, я его уже залутал? А, вот он, да, я его уже залутал. В принципе, вроде бы все. Больше тут ничего такого, знаете, особо ценного нету. Можно взять, сколько влезет бензина и валить нафиг отсюда, по сути. Так что давайте мы одну бомбочку используем. Лопата ржавая. Нужна ли она мне? Можно поменять. Так. Ну вот как-то так, я думаю. И, в принципе, можно сваливать. Здесь мы, в принципе, все, что было, взяли. Куда нам теперь двигаться, спрашивается. В Тверь? Зачем? Не понял. А, возвращаться к Светлане. Окей. Ну, в Горениче... Точнее, в этот, как его? Мне рано еще идти, по сути. Достаточно далеко на... Этот, как его... В... В Целиноград? Какую-то задницу через кучу миллионов городов мне идти еще, я думаю, рано. Пока что зайдем, пожалуй, в Ленинграде. Почему-то крестик стоит. Не помню, что я там поставил. Крестик? Нам нужно сейчас в Тверь возвращаться. Ой, прошу прощения. Не, через верх на Тверь не пройти. Надо через низ, видимо, идти. Да, вот прям из Киева направление в том месте. В том направлении, точнее, идти. Блин, бензином мы потратим, конечно, море. Давайте я переночую здесь, наверное. И надо бы, по сути... Ой, у меня радиации вообще море. Давайте сразу водочкой ее снимем. И затем чайка. Еще сверху. А то слишком уж много радиации. Так, и еще бы хотелось, на самом деле, покрафтиться немного. Во-первых, пороха сделать себе нормально так. Блин, у меня кости портятся, я вспомнил. От собаки. Надеюсь, они еще не испортились. Давайте проверим. Вот почему мне так много весит-то, зараза? Девять дней еще. Я могу сделать клея пол, суть, и сейчас, да? Семь костей, четырнадцать воды, давай. Прокипятим водички еще себе. Ну и можно, я думаю, немного поспать. Подрыхнем, так сказать. Готово. По здоровью у меня, в принципе, все нормально. Небольшое облучение, маленькое. А так, в принципе, все хорошо. Клей есть, немножко... Вот, кости надо было их сразу переплавить, тогда бы мне не пришлось столько вещей выкидывать. Я забыл, что у меня кости немного весят. Ладно, в принципе, идем, короче, обратно в Тверь, как я понимаю. Давайте еще раз посмотрим, куда примерно нужно идти. То есть, направо и чуть-чуть вверх. Мы можем пройти через верх, кстати. Чтобы бензин, если что, не тратить. И попутно собирать его в городах различных. Потому что обычно я шел через низ, и там уже нету бензина. Точнее, там есть, я там вроде какие-то точки оставлял с бензичем. Можно и через низ пройти, так быть, быстрее. В Чернигове есть немного бензина у меня, да? А давайте определимся, пойдем и через верх, или через низ. То есть, нам важно быстрее добраться до Твери, или же... Где тут дороги у нас? Можно пойти через верх, через радиоактивные места. А потом через... Ну, давайте я что-то... Давайте я через верх все-таки пойду. Зайдем в Чернигов за бензичем. Сколько унесем, возьмем. А мы все унесем, нормально. И будем двигаться через верх. Потому что мы еще сможем найти города, в которых, если что, сможем залутаться. А, нет, не сможем. Я здесь тоже был, оказывается. У меня здесь тоже бензин есть, кстати. Так как ты успел перебрать с алкоголем? Ты издеваешься? Так, здесь у нас был бензин. Еще 14 литров. И еще могу их с собой взять. Нормально вообще. Так, посмотрим по карте. Через верх можно пойти. Там я вроде не был. Вода только, вот, проблема с водичкой у нас. Я могу как-то по здоровью? Нет, я только могу этой фигней. Но 7 часов это, в принципе, не страшно. Блин, я надеялся, что здесь будет что-то, знаете, там, города какие-то, а здесь ничего нету по итогу. Так, я не хочу с ними драться. Поэтому, как говорится, ну нафиг их, перезапустим лучше. Блин, я рядом с Могилевым вроде проходил, разве нет? Да твою мать! Как вы надоели! Да твою мать! Опять перезапускать придется, ну ясно. Поехали дальше. Орша! Да твою мать! Да вы задрали уже, ну, каждые 10 секунд. Ну, серьезно просто. Мне уже их убить просто хочется, реально. На, нахрен, понравилось? На еще. Да-да-да, ты можешь там угрожать мне сколько тебе угодно, душе. Я пошел. Мне даже посрать на ваши вот эти вот шмотки. Пофиг на потраченные патроны, потому что они меня уже просто задолбали. Нападать на меня постоянно. Так, Орша есть, да? Потом можно пойти, короче, через верх. Вот так, вот так, вот так. Посмотрим по карте, далеко ли еще до Твери. А нет, надо уже вниз идти. Не, мы можем, конечно, пойти через верх и выйти вот на эту вот дорогу. Которая, видите, сверху. Я не могу, к сожалению, кликнуть на нее. Не ставятся здесь маркеры и стрелочка не показывается. Которая... Ну, нельзя ставить стрелочку по карте большой. Можно, конечно, пойти через верх, через радиоактивные болота. Но, наверное, пойду просто через низ по уже знакомой дороге и дойду до Твери. Но Оршу можно и залутать будет, кстати. Вот это да. Давайте я просто посплю вот прямо здесь вот так вот и... Так, нет, сначала надо попить обязательно. То есть с моим похмельем я проснусь с жаждой сильной. Минус 6 здоровья. Да, пофигу. Окей. Так, теперь попьем опять же еще водички. Ну, а на этом мы будем, наверное, пока что с вами заканчивать. В следующий раз мы постараемся вернуться в Тверь вот по этой дороге. Пойдем куда-то сюда, сюда, сюда. Через Смоленск, через Ярцево, через Фоново. Мы вроде в этих городах еще не были. Затем пойдем как-то вот так, вот так. Ну и выйдем, короче, к Твери как-нибудь, я думаю. То есть, если посмотреть вот так по карте, то можно пройти через нижнюю дорогу. Просто идти вниз, вниз, вниз. Я дойду почти что до Москвы. И надо будет только перед Москвой свернуть на дорогу чуть правее. Это понятно. Ну, а на этом я буду пока что заканчивать. Все равно зарядка уже села. Сегодня мы залутали с вами Ленинград. Прошли квест в Ленинграде. Даже почти все квесты, с исключением одного. Который нам нужно будет пройти вообще аж знаете где? Вот я еще раз покажу просто. Карта мировая. То есть, она меня отправила в Целиноград. Это вот здесь. Это вот-вот в середине экрана показываю. Потому что, опять же, не могу ставить маркеры и стрелочкой указывать. Она меня отправила в Целиноград. В Целиноград. Господи, я столько вообще не прошел времени. И у меня расстояние вот от самой моей стартовой точки меньше, чем до Целинограда вот отсюда. Это капец, конечно. Нам до туда идти будет целую вечность. Ну да ладно. И это за фотоальбомом. Ну серьезно просто. Что за издевательство? Ладно, все. На этом я уже точно буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока.